В рамках региональной недели в Государственной Думе Российской Федерации Ненецкий округ посетил депутат Государственной Думы Сергей Николаевич Коткин. Сегодня Сергей Николаевич в программе «Актуальное интервью». Здравствуйте. Добрый день, Сергей Николаевич. Спасибо, что пришли к нам. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сергей Николаевич, расскажите, какая работа была проведена в рамках недели, что удалось посетить? Ну, прилетел я только вчера, и мы вчера посетили нашу окружную больницу, встретились с больными, терапевтическое отделение прежде всего, но главная задача была посмотреть организации работы Медфуда. Мы помните, где-то полгода назад, Союз Женщин России, у нас под эгидой Союза Женщин в администрации города, у нас было большое такое общественное мероприятие, собрание, когда мы встречались с представителями Медфуда. Медфуда – это организация питания. Питание, вот то европейское питание, сейчас не очень модно ссылаться на Европу, но организация питания, организация под названием Медфуд, которая у нас обеспечивает питанием окружную больницу, людей высокого возраста и туб-диспансер. Много было вопросов, были нарекания к качеству питания, к разнообразию продукции, но вот поэтому я по просьбе губернатора округа посетил вот сам цех процесса изготовления, приготовления пищи, повстречался с больными, пообщались с ними, задавали прямые вопросы, как они оценивают это питание. И хочу доложить, прежде всего, жителям округа, что, в общем-то, я был так приятно удивлен, поскольку показывали фотографии, как вот этот блок пищевой был до, и какой он сейчас там. Инвестиции составили порядка 30 миллионов рублей, причем это частные инвестиции в округ, все сверкает, все блестит. Я не думаю, что это наведен порядок только к посещению депутата Государственной Думы, поскольку плиточку так не сделаешь за сутки, за двое, за трое, да, не обошьешь стены, подготовка мяса, рыбы, все аккуратненько, чистенько, автоматика. Но самое главное, мы пообщались с больными и поговорили, насколько их устраивает это питание. И в целом, в общем-то, говорили о том, что довольны организацией питания и по качеству, и по количеству, и по ассортименту. Ну, мелкие детали были, которые бывают всегда, видимо, да, кому-то нравится более сладкое, кому-то более кислое. Вот, но там четко калории. Они для больных, для всех категорий расписаны четко где-то как. Поэтому, в общем, как бы, на мой взгляд, полезный такой был визит. Но самое важное то, что вот эта продукция, то, что создана у нас такая общественная комиссия по контролю уже за предоставлением вот этих услуг, я думаю, что эта комиссия большую, во-первых, работу, спасибо им большое, что они это сделали. Вот, был генеральный директор, кстати, прилетал, генеральный директор, в общем, мы посмотрели, и дай бог, я думаю, что вот это у нас работа сейчас наладилась. Вот, сегодня только что я пришел с планерки губернатора. Вот, региональная неделя, подводим итоги за месяц работы в регионах. Проблем очень много на самом деле, много федеральных проблем. Поэтому, пожалуйста, задавайте вопросы, что вас волнует и беспокоит. Сергей Николаевич, на прошлой неделе прозвучал отчет правительства. Расскажите, какие направления связаны с Ненецким округом, в частности? Да, на прошлой неделе мы заслушали председателя правительства. Присутствовал практически весь блок правительственный, все министры, не практически, а все. Впервые, наверное, прошло заслушивание так жестко. Впервые в седьмом созыве это произошло. Три с половиной часа. Причем доклад был у Дмитрия Анатольевича Медведева коротким. Было очень много вопросов. Что из доклада полезного, ну, наверное, так важного, по крайней мере, для себя? Ну, прежде всего, это, наверное, то, что в условиях блокады, практически в условиях изоляции блокады, у нас впервые за многие годы произошел рост промышленного производства. Впервые. Ни одна отрасль практически ниже нуля. Рост есть практически везде. Где-то он чуть-чуть выше нуля, где-то он, в частности, сельском хозяйстве, от порядка 5% рост. В целом, рост промышленного производства по Российской Федерации составил 1,3% по итогам 2016 года. А в 2017 году мы ожидаем этот рост порядка, наверное, 2%. Впервые мы можем однозначно сказать, что мы прошли вот эту опасную черту. 60% доходов, кстати, доходы увеличивались на 1,3% собираемость доходов в целом по Российской Федерации. И 60% доходов – это доходы не нефтяные. Что очень важно, что мы всегда говорили и всегда ставили претензии к правительству о том, что пора уходить от нефтяной иглы. 60% доходов – это уже у нас не нефть. И прозвучало, что вот по данным Всемирного банка развития Российской Федерации, по инвестиционной привлекательности в России из 200 государств со 120-го места мы переместились на 40-ое. Вот практически на 80 позиций буквально за год, наверное, 2. Инфляция 4,3%. Ряд отраслей действительно радует. Вот такие, как сельское хозяйство, ну и поддержка была неплохая по сельскому хозяйству, по атомному флоту. Ну, я уже не говорю по оборонку. То есть в целом, в целом, вот этот рубеж пройден, и сейчас задача стоит, как сказал председатель правительства. Заработные платы, социальная поддержка. Вопросов было очень много. Вопросы были очень жесткие, на мой взгляд, председателю правительства. Где-то даже так вот уже и на эмоциях смотрю, вот так ответы были. Ну, к примеру, самое важное, на мой взгляд, то, что было это обозначено, это много было вопросов по здравоохранению. Почему не случайно вчера мы посетили здравоохранение, пообщались с главным врачом, какие проблемы у нас здесь в округе. Вот это все-таки оптимизация здравоохранения, да, по разным точкам зрения. Она где-то с точки зрения высокотехнологичной медицинской помощи, да, мы выстрелили мощно. С точки зрения продолжительности жизни, да, 72 года, Россия никогда в истории государства российского не была. Но, тем не менее, с точки зрения доступности, качества, в целом, по России вопросов очень много. И здесь у нас вопросы есть, но здесь все-таки, вот я обратил внимание, здесь они, ну, решаются. Есть внимание органов власти, исполнительной, законодательной, прежде всего, к тем учреждениям, которые у нас находятся на отдалении, на селе. Вот что важно. С учетом того, что у нас переходят системы ФАПы, населенных пунктов, в систему ФМС, возникают проблемы. С учетом, не случайно, здесь в округе у нас идет, ну, очень существенное дофинансирование со стороны окружного бюджета, и за счет этого мы все-таки вот это все удерживаем. Далее, это, безусловно, расслоение общества, богатые и бедные. Это есть. Реальные доходы, мы все это почувствовали на себе, с учетом вот этой блокады, изоляции, мы это ощутили на себе. Особенно наши уважаемые пенсионеры. Все это чувствуется. По трудовой занятости население есть. Очень было много вопросов по закредитованности субъектов в России. Некоторые субъекты имеют долгов больше, чем доходов уже. И что особо неприятно, эти доходы, вернее, эти кредиты, они коммерческие в значительной степени. Поэтому в этой связи было подготовлено постановление по итогам заслушивания. В частности, от нашей фракции, от самой большой фракции «Единой России» было высказано ряд предложений. И они, на мой взгляд, очень важны. Прежде всего, это по закредитованности наших субъектов, о том, что уже пора уходить от коммерческих кредитов на бюджетные. Это и касается и Ниницкого автономного округа. И что важно, на мой взгляд, это то, что было высказано предложение по межбюджетным трансфертам, то финансирование, которое идет субъекта Российской Федерации, сегодня решает это межведомственная комиссия. Правительство, Госдума, Совет Федерации представителями отдельными. Значит, было высказано предложение, что вот убрать эту кулуарность, как ни говори, это все-таки часть депутатского корпуса участвует в этой межведомственной комиссии, а сделать это обсуждение публичным в зале Государственной Думы с обязательным утверждением по решению президентом Российской Федерации. Для того, чтобы все депутаты, которые представляют регионы, могли участвовать в распределении федеральных средств, которые идут на регионы. Сегодня есть такие факты, когда, да, приняли решение наставить перед фактом депутатский корпус, что вот принято решение направить туда, туда, туда. Я смотрю по Нининском автономном округу, есть что-то есть, где-то нету, мнение не спрашивается депутата. Поэтому сегодня высказано было такое предложение, будем надеяться, что вот это все будет. То есть заслушивание было очень жестким, оценки были очень жесткими, предложения были конкретными, на мой взгляд, очень дельными и полезными. И будем надеяться, что вот этот разговор, он пошел на пользу, прежде всего, конечно, правительственному блоку, но и депутатскому корпусу тоже однозначно. Какие направления работы наметили для себя депутаты Государственной Думы? Направлений очень много. Ну, во-первых, мы в прошлый раз с Машей встречались, говорили, на нашем комитете, я вхожу в комитет по оригинальной политике, северу и дальнему востоку. Значит, сейчас, когда вникаешь в целом законодательство по северам, видишь, что очень серьезно проседает с точки зрения вообще нормативно-правовая база. Такое ощущение, что севером давно не занимались. И у нас был комитет, наш комитет, профильный комитет, и я, и многие другие депутаты задавали вопросы правительству о том, что мы должны определиться, уважаемые коллеги, север мы оставляем, вернее, север развиваем или не развиваем. Или мы уходим на вахтовый метод, так как это делают другие государства, да, там, европейские. Значит, понятно, что вахтовый метод нам не подходит. На уровне менталитета даже мы. Мы прежде всего думаем о людях, так, чтобы люди обосновались, закрепились, сейми, детские сады, больницы, школы. А не то, что приехали, там, в балках, значит, работают и прочее. Нет. Этот вариант нас не устраивает. Поэтому много вопросов поступает и здесь, когда вот прием провожу, по северам, условно говоря, проезд один раз в два года к месту отдыха и обратно. Минимальный размер оплаты труда. Почему северный концент не распространяется, и так далее. Поэтому было высказано предложение создать рабочую группу на базе нашего профильного комитета с тем, чтобы мы посмотрели все законодательство, которое касается именно севера и дальнего востока. Рабочая группа эта начала уже работать. Поступило предложение губернатору округа с тем, чтобы дали представителя от Ниниска автономного округа в эту комиссию, для того, чтобы тот блок вопросов, проблем, которые накопились у нас по северу, мы их потихоньку начинали приводить в соответствие и принимать вот эту нормативно-правовую базу. Что приятно, мы много работали исполнительно-законодательной власти, я еще здесь был в собрании депутатов, мы говорили о том, что социальные работники, социальные работники, по 9 человек на ставку он получает заработную ставку, 9 человек он обслуживает, уважаемых людей высокого возраста, как в городе, так и в населенных пунктах. Но мы все прекрасно понимали, что условия совершенно разные. Натаскать дрова, напилить там уголь, затопить в магазины, в деревне, воду принести. Это совершенно разные условия работы. И правительство нас услышало, и мы сейчас получили изменения в постановлении правительства, 24-е постановление правительства о том, что теперь вот этот норматив по социальным работникам, он сделан на селе 6 человек, в городе 9. То есть, ну, наверное, приятно то, что я уже как-то отмечал, что когда шел в Думу, 450 депутатов, навряд ли будут услышан голос депутата. Слышан, и особенно слышан, когда выступают профильные министры, они выступают на самых различных площадках, то ли на фракции, то ли на пленарном заседании Государственной Думы, а перед этим мы готовим вопросы. Каждый депутат готовит вопросы. Иногда бывают более сотни вопросов тому или иному профильному министру. Так вот, очень важно, когда министерство смотрит, сколько задано вопросов, или один вопрос задан от депутата, или 20, и когда задано 120 вопросов. Вот по этому вопросу, когда мы задаем, в том числе и я задавал эти вопросы, и депутаты от других территорий, правительство делает выводы. Если правительство, профильные министры, не делают этого вывода, когда задают вопросы депутаты на рабочих площадках, значит, это все выплывает на пленарное заседание, вот то, о чем я вам говорил, уже непосредственно председателю правительства. Поэтому ряд моментов, вот мы недавно с вами говорили, с Машей обсуждали о том, что мы решили вопрос по паспортам, сейчас у нас МФЦ выдает паспорта, инициатива была не низкоавтономного курга, мы начинали эту работу еще от органов исполнительной законодательной власти. Сейчас вот прислушались к этому мнению, и действительно можно решать, можно решать вопросы, другой момент, что нужна оперативность. Вот здесь все-таки мы с губернатором обсуждали, он прямо говорил, Сергей Николаевич, какая нужна поддержка, как профильные департаменты. Бывает немножко такой тормоз. Это, видимо, с Севером связан, не знаю, вот другие коллеги депутаты, условно говоря, вот выступает у нас какой-то министр, дают за двое суток буквально, там все очень оперативно, все очень быстро. Мне нужно дать ему перечень вопросов, которые волнует наш субъект. Звонишь в департаменты, значит, кто-то более оперативно, а некоторые, да, мы подумаем, мы проанализируем, мы дадим, пока они дают, поезд уже ушел. И наши проблемы, они остались за бортом. Департамент образования и культуры моментально дает, департамент сельского хозяйства моментально дает вопрос, отсюда идут вот уже такие изменения сразу. Это ощущается, это чувствуется, и дают тогда, когда губернатор там пинка даст, пожаловавшийся губернатору, там быстро, ну настолько даст, настолько и оперативность эта появляется. Поэтому вот здесь вот, сегодня мы будем встречаться с Игорем Викторовичем еще раз, вот здесь нам нужна оперативность. Здесь нужна оперативность, именно северная ментальность, как-то она вот, мы запаздываем все время с этими проблемами. Может быть, они считают, что депутата, ну как такого же у нас тут давно не было в Госдуме, и одномандатника имеется в виду, может быть, думают, что что туда писать, какой смысл, ну вот напишем, ну и что, все равно это не будет принято. Будет. Вода, говорят, камень точит. Вот эти проблемы, они накапливаются, 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 и в определенный момент это срабатывает. Ну как депутат получаешь удовлетворение о том, что вот все-таки что-то получается. Какие еще трудности встречаются в работе депутата? Ну вот, как одно из трудностей я обозначил. Хотя я говорю, что мы уже неоднократно говорили, что все-все не просто на самом деле, да все приходит с опытом, с определенной наработкой, знать надо определенные заходы, выходы, к кому обратиться, к кому подойти, как ту или иную инициативу преподнести. С отсутствием опыта пока это еще тяжело дается, но я думаю, что со временем все это придет. Еще один пример могу привести. Вот, пожалуйста, у нас жильцы, многоквартирные дома по оплате общедомовых нужд. Имеется горячая, холодная вода, электроэнергия. Было принято решение правительством 8 месяцев назад о том, что это мы платили по нормативам. В результате быстро произошел рост, когда по нормативам вот эти расходы были, выплачивались. В первом чтении мы вот на прошлой неделе приняли закон, ушли от нормативов и пришли только по показаниям общедомовых счетчиков. Я вчера консультировался с Верой Венировой и Дроздовой, потому что в первом чтении закон принят, говорю, вот, да, здорово, хорошо. Хотя в округе мы особо это не почувствовали, по России это ощутилось сразу моментально, очень серьезный был рост, когда перешли именно на нормативы. Но у нас есть другие проблемы для округа. Вот между первым и вторым чтением, вот сейчас нам нужно оперативно внести поправки в этот закон между первым и вторым чтением для того, чтобы учесть то, что волнует жителей округа непосредственно. А если это жители округа, то, безусловно, это и регионы, северные регионы это точно. И здесь проще, между первым и вторым чтением процедура проще в внесении поправок. Пишешь там, определенные документы, на профильном комитете, подрабатываешь, смотришь, и изменения можно внести. То есть, вот это, на мой взгляд, тоже вот такое важное решение, хотя сейчас мы очень такие законы, кстати, по нашей фармации, Фомина Ирина Викторовна обращалась еще в ходе выборной кампании о том, что у нас наша фармация, учреждения, которые занимаются реализацией медпрепаратов, они у нас подпали вот этот пресловутый, может, не очень хорошее слово, не такое, не телевизионное, 44-й закон вот этой контрактной системы. Сложнейший закон, уже более 500 поправок в него внесли, никак мы его не отрегулируем, не приземлим, чтобы он работал нормально. И когда фармацея оказалась вот в рамках этого закона, мы все ощутили на себе эти проблемы. Поэтому мы вывели сейчас эти учреждения фармацевтические из-под 44-го, оставили 223-м в федеральном законе по закупкам. В результате сейчас в целом вся процедура проведения вот закупок медицинских препаратов, работы с медицинскими препаратами значительно упростится. Тоже вот такое решение сейчас принято. Ну, приятно, когда вот что-то пытаешься сделать, она действительно беда. Это мы все ощущаем и чувствуем, вот это к тому, что опять, когда мы все вместе, когда оперативно, потому что Ирина Викторовна с этим бьется, она уже ведь, по сути дела, давно вот эти все вопросы задавала. Как это скажется на жизни жителей Министского округа? Самым прямым образом, самым прямым образом, потому что в любое село, когда приезжаешь, сразу вопросы задают, там препаратов немножко не хватает, там, значит, может быть, ну, виды конкретных препаратов, есть замена, еще что-то, а вот ну, буквально сейчас уже на силу не удается особо выехать, к большому сожалению, но вот в прошлый раз был, выезжал в Красное, в Тельвийске был, задаешь вопросы, и как, вот это все скажется однозначно, никаких сомнений в этом плане нет. Сергей Николаевич, много говорят сейчас о резонансном законе по противодействию деятельности, которая направлена на суициды детей, склонение к суициду. Очень сложный вопрос, на самом деле, очень сложный, он очень болезненный, когда читаешь, видишь, эти группы, они же организованы, эти группы, когда ребенку говорят, маленькому девочке, ты хочешь быть феей? Если ты хочешь быть феей, ты подойди к газовой колонке и вот поверни эту ручечку вот туда-то и туда-то, и ты окажешься феей, ты окажешься в таких местах, в таких небесах и расписывают, как это все здорово, как это все прекрасно. Все это интернет, заполонен интернет, специально организованные группы. Поэтому группа депутатов вышла с инициативой по ужесточению уголовного наказания, это внесены изменения в уголовный кодекс, в уголовно-процессуальные кодексы, с тем, чтобы вот такие факты пресекались и жестким образом наказывали, самым жестким образом наказывали. Причем очень сложно привести статистику вот такого плана, но, по крайней мере, по прошлому году около тысячи девчонок и мальчишек ушли из жизни. Вот именно, когда идет церноправленная работа, попытались даже специалисты определить, вывести, откуда все это идет. Все это организовано на самом деле, организовано, и мы вводим новые составы преступления, не только ужесточение уголовного, уголовное наказание, уголовная ответственность, но и новые составы преступления вводим именно по этим форумам, когда людей подталкивают к суициду, когда детей подталкивают к этим проблемам и вещам. В первом чтении мы закон приняли, я тоже подписался под инициативой подзаконодательной, и будем надеяться, что достаточно оперативно мы сейчас вот его примем, но для этого нужно все-таки обсудить с народом. Всегда вот такие проблекты или резонансы, вот как о реновации, которые вообще известны сейчас, закон тоже мы о нем, может, пару слов скажем, особенно о реновации закона, который мы будем принимать, мы приняли, кстати, в первом чтении. Какие есть изменения у нас? Надо с людьми говорить, разговаривать, тяжело ли, плохо ли, всегда, люди всегда скажут и выведут на правильное направление, дадут правильный вектор в принятии решений. Если сам не понимаешь, сам не знаешь, как сделать, поговори с людьми, особенно на севере люди у нас очень мудрые, вот в этом плане, и всегда подскажут, расскажут, вот тот же закон о реновации, но в народе о нем о реновации, но это изменение в закон о столице Российской Федерации, в Москве, когда принято решение уходить, избавиться от ветхого жилья вот эти хрущевки, пятиэтажки, закрыть этот вопрос раз и навсегда. И в результате Москва вышла Государственная Дума, не Государственная Дума, Московская областная Дума с инициативой изменения в закон в этот мистик, там очень хорошие прописаны вещи на самом деле, которые, по сути дела, убирают все бюрократические препоны, которые сегодня есть в строительной отрасли. Это и по отводу земли, это и по проектированию, много-много чего очень полезного на самом деле. Но, когда мы его стали обсуждать в стенах Государственной Думы, провели парламентское слушание, очень много было вопросов со стороны депутатов с регионов. Позвольте, ну да, Москва, но на Ренмаре ведь тоже люди живут, в Архангельске тоже люди живут, в Ниссии, в ОМЕ. А чем они отличаются от на Ренмара? Почему мы вот эти законы не можем применить у нас? Ну, я такой тоже вопрос задавал, правда, не в стенах Госдумы, а на комитете, когда мы обсуждали. Да говорят, пожалуйста, Сергей Николаевич, выходите с инициативой на местах, пусть выходят. Поэтому принято решение, когда мы его обсуждали, были парламентские слушания проводили, принято решение в мае провести еще раз вот такие большие парламентские слушания и пригласить представителей регионов с тем, чтобы мы посмотрели, во-первых, еще раз юристы, профессионалы, специалисты окунулись вот в эту отрасль, более внимательно посмотрели и насколько можно применить такой закон у нас непосредственно в регионах. Почему опасно? На мой взгляд, были моменты, вопросы, потому что я встречался в Москве, проводил прием, и там же обращения все время идут в электронном виде. Есть моменты, допустим, коррупционной направленности. К примеру, задает мне один вопрос, там, москвич, они, кстати, обращаются, у меня много по коррупции обращаются ко мне, поскольку они, видимо, смотрят депутата, проработал в органы государственной безопасности, чеки, значит, ни бизнеса, ничего нету, и они идут по вопросам коррупционной. Я говорю, почему ко мне идете? У вас есть профильный депутат свой, идите к нему, он от вас, к вашей территории. Они смотрят, значит, куда, кому идти. Может быть, доверия больше? Ну, может быть, не столько, ну, ну, да, они, то ли думают, новый депутат, или еще что-то, может, уже обращались к нему несколько раз. Так вот, здесь моменты есть с точки зрения коррупции. Вот здесь нужно посмотреть, допустим, создается фонд по строительству вот этого нового жилья, насколько упрощена система бототвода земель, насколько упрощена система в целом там по проектированию, вот этих вопросов очень много. Ведь сегодня работает нормативно-правовая база по той же Москве, ликвидируется ветхое аварийное жилье, что мешает в рамках той нормативно-правовой базы, которая сегодня есть в Москве, избавляться от ветхого жилья. Нужно 100 миллиардов рублей, им там всего. Пожалуйста, выделяйте деньги, причем деньги будут не федеральные, а московские, и работаете. Нет. То есть тут очень тонкая грань. И вот эту грань нам нужно посмотреть, и когда мы будем применять его здесь, в округе, этот закон условно, тоже нужно будет внимательно посмотреть. Но самое главное, убрать бюрократические препоны по ликвидации, по строительству нового жилья, ликвидации ветхого жилья, поскольку, когда прием проводишь, значит, ну 80-70% людей идут именно вот по проблемам жилья. Сергей Николаевич, какие еще планы на региональную неделю, какие еще поставили цели перед собой? Значит, сейчас мы, через час буквально встречаемся с нашими уважаемыми ветеранами, людьми высокого возраста. У них вообще такое, я так понял, окружные соревнования. Названо как-то очень громко по компьютерной грамотности, по компьютерам, но они вот соревнуются и показывают очень хорошие результаты нашего, уважаемых граждан высокого возраста. Поэтому мы идем туда, их поздравить с этим событием. Затем у меня в два часа прием граждан по личным вопросам, очень много записалось, пять людей. Вот. Ну и потом улетаю в Москве международный форум. Большой международный форум по коренным малочисленным народам Севера. Собирается как минимум все арктические государства. Вот, кстати, мне будут приветствовать от Государственной Думы на этом форуме. Вот. Но дело не в приветствии. А дело в том, что вот мы недавно здесь провели с депутатами Государственной Думы, Литков Григорий Петрович был, с других регионов, мы провели вот такой правовой семинар, встретились с нашими представителями коренных малочисленных народов Севера, получили ту проблематику, те вопросы, которые их волнуют. И следующий этап, мы это обсудили, уже выносим на Госдуму. В Госдуме обсудили вот эти вопросы, в том числе туда вошли и проблемы Нениско-автономного округа. И сейчас на международном форуме эти вопросы мы опять будем обсуждать и потихоньку, потихоньку начнем продвигать те проблемы, которые волнуют наших уважаемых коренных малочисленных народов Севера. То, о чем мы начали с вами в начале, к примеру, один из моментов, это то, что нужно, очень важно решить нам вопрос, он непростой, это введение обратно особо охраняемых территорий, где у нас коренные малочисленные народы народно-хозяйство не свое ведут. Вывели в федеральном законе, убрали эти особо охраняемые территории, они сейчас стали территорией промышленного пользования, в результате ушла у нас государственная экологическая экспертиза. Нельзя этого допускать, это, я считаю, что это была совершена ошибка в прошлом созыве в Государственной Думе, потому что если заходит компания нефтяная на территорию к нашему недропользователю, как минимум нужно проводить государственную экологическую экспертизу, для того, чтобы не нанести ущерба нашей природе и не навредить нашим жителям. Один из моментов, там вопросов очень много, поэтому все эти вопросы будем поднимать на уровне вот этой даже международной конференции, поскольку, как ни странно, это касается не только России, это и многих, но нам-то важно у себя решить, у себя решить. А с точки зрения международной, вот этой конференции, вот и недавно в Архангельске вот этот большой форум был арктический, вот, ну, многим бы государствам можно было брать пример, так как мы взаимодействуем по Арктике. То ли северный менталитет у нас такой у всех государств арктических, но вот так как мы работаем, взаимодействуем с арктическими государствами по решению проблем Арктики, вот, так бы всему миру работать, было бы все по-другому. Спасибо, Сергей Николаевич, что пришли сегодня к нам в гости. Успехов вам в вашей работе. Вам спасибо, Надежда. Я напомню, сегодня в программе актуальное интервью на телеканале «Север» принял участие депутат Государственной Думы Сергей Коткин. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Кулакова